Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! Итак, здравствуйте, дорогие дамы! Это видео специально для вас. Вы прям в личку мне пишите. Несколько человек аж написал с одинаковым вопросом, как будто специально договорились, я уже начинаю вас подозревать. Вы хотите узнать, как общаться на сайте знакомств и что, как должна себя вести девушка? И я решил сделать такой выпуск, ну, в первую очередь, о том, что девушка не должна писать на сайте знакомства и анкете. Однажды я регистрировался на подобном сайте, я прекрасно представляю, как выглядит там основная публика, основная аудитория. И не поймите меня неправильно, но если девушка приходит на сайт знакомств, это значит уже, что, ну, как бы у вас возникают некоторые проблемки в жизни, и что вам, ну, во всяком случае, вы в жизни вот недонаходите нужного партнера, да? И мужчины это понимают, большая часть мужчин это понимает. И для мужчины сайт знакомств, особенно если он ресурсный, а вы пишите в том плане, что вы хотите денег там от мужчины, да? Ну, в личку мне писали девушки для зрителей, чтобы было понятно, да, чтобы он был, чтобы он, в общем, мужчина, который будет обеспечивать женщину, девушки ищут. И многие такие мужчины, они сидят на сайте знакомств, по крайней мере, которые располагают ресурсом, потому что они понимают, что они достаточно востребованы, что им не нужно уже ходить по клубам, это взрослые мужчины, да, при деньгах они могут зарегистрироваться на сайте знакомств, даже тратить какие-то эпизодические небольшие для них деньги, там от 5 до 20 тысяч рублей, может быть, просто для того, чтобы хорошо проводить время. А женщина заинтересована такого мужчину, не просто провести с ним время и там как-то поесть на эти деньги, да, а завладеть этим ресурсом. Если вы хотите завладеть этим ресурсом, вы в первую очередь не должны испугивать таких мужчин, вы не должны казаться типовой девушкой, которая, ну вот, только этот ресурс ищет. Поймите, даже если я знаю, я готов, я в своей анкете пишу, что я заплачу вам эти деньги, мне все равно, ну, хочется всем, нам хочется в глубине души хотя бы тешить надежду, что вы цените меня как личность, да, и что вы самая интересная личность, поэтому особенно на первой стадии знакомства нельзя испугивать такого мужчину. Что нельзя делать? Нельзя, в принципе, писать, что вы ищете достойного мужчину, и все вот эти фразы «ищу достойного мужчину», «хорошего мужчину», «надежного мужчину». Понимаете, достоинство, надежность, хорошесть и все вот эти вот дальше продолжая качества, они несколько размыты. Вы должны написать, чего вы как бы конкретно хотите от отношений, но сглаживая углы. Вы можете описать мужчину вот делового какого-то, написать, что он должен быть вот деловым, умным, интересоваться бизнесом, потому что вы тоже интересуетесь бизнесом. Ну, посмотрите пару видеороликов на ютубе про бизнес, какие-то общие тезисы, чтобы было о чем поговорить, когда он у вас спросит. Понимаете, вы должны, соответственно, как можно больше развивать тему в анкете для будущего разговора. А не нужно писать вот еще одна причина, да, как вы спугиваете мужчину. Вы сразу пишете «Козлы мне не должны писать, озабоченные маньяки и враченцы мне не должны писать, еще мужа для моих двоих детей». Ну, нахера? Ну, нахера ты это делаешь? Нахера ты это пишешь? Ну, напиши, что интересуются серьезные отношения, интересует опять же мужчина, обладающий умом, интеллектом, ведущий здоровый образ жизни или красивым телом. Ну, что вы хотите? Ну, не пишите вы, козлы и извращенцы. Ну, неужели сидит козел, он скажет «Да, я неоднократно встречал такие анкеты, козла мне писать? Блядь, что такое, козлы? Ну, вы серьезно? Ну, вы вообще?» То есть сидит человек «Ой, я козел, я не буду ей писать». Точно, точно, как я могу забыть. Или «Извращенцы не пишите». Что женщины подразумевают обычно под словом «извращенцы»? Ну, как бы просто сексуально активных мужчин, как правило. Ну, то есть мужчина пишет, он предлагает вам какой-то быстрый секс, к примеру. И женщины очень часто говорят, ну, вот такой вот извращенец мне написал, сразу мне член отправил в почту, да, в личку и секс предложил. Ну, дорогие дамы, даже если он вам член отправил в личку, он может быть сексуально несколько гиперактивен. Ну, это не совсем нормально, конечно. Но слово «извращенец» обозначает девиацию, да, сексуального характера. Многие мужчины, поймите, они не смотрят через призму вашего женского понимания на эту фразу. И они представляют себе какой-то тяжелый вид БДСМа, и значит, ему не надо писать. Если вы хотите, чтобы вам не писали с предложениями сексуального характера, так и пишите. Ну, я не настроена на секс на первом свидании, там, или вообще про секс мне там ничего не пишите, не пишите мне с предложениями сексуального характера. Но фраза «извращенцы» не пишите мне, поверьте, расценивается как, ну, я представляю, что вам что-то извращенное предлагают. Групповой, может быть, секс, да, что-то такое, или еще хлеще какие-то вещи вам предлагают. А я-то вам обычный буду сейчас предлагать, да, поэтому почему мне не писать. И, ну, это я ультрирую, конечно, все. Но суть такая, то есть вы очень много негатива пишете. Когда я читаю негатив на вашей анкете, я как мужчина анализирую. Я ставлю галочку, она какая-то проблемная. Ну, вы поймите, что если вы ищете ценные ресурсы, вы заинтересованы, чтобы вам мужчины писали, в том числе мужчины, которые могут вас обеспечить, да, старайтесь в первую очередь не спугнуть этих мужчин, да, чтобы он вас положительно оценил. Пускай вам и стремные какие-то чуваки напишут, но вы их там все забаните, заигнорите. Но у вас будет выбор, вам и хорошие будут писать. А так, такими негативными анкетами вы отпугиваете абсолютно всех. Пишите в комментариях, если вам эта тема интересна, будем ее развивать, и, может быть, я даже сниму видеоролик, буду прям зарегистрируюсь снова на сайте знакомства, буду прям вам читать ваши ошибки, если вам эта тема интересна, что вы в личку мне пишете. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье!